Теперь добавим механизм вычисления формулы. Для этого нам необходимо перейти к нашему документу и отредактировать метод C в целом. Давайте сразу условимся, что за единицу измерения формулы мы будем воспринимать такую строчку, которая начинается с знака равно, а далее следует какая-то связка символов. Для этого нам необходимо ввести конструкцию iflz, а в качестве критерия условия поставить следующую запись. Если наше значение имеет в первом символе значение символа равно, то соответственно свойства в вале нашей модели currentCell мы будем вычислять, используя дополнительный метод processFormula, передавая при этом в качестве аргумента само выражение. В противном случае мы оставим все как есть. Ну что же, давайте опишем этот метод processFormula. В качестве аргумента у нас приходит строка, и мы должны выполнить какие-то преобразования из, например, вот такой вот строчки. Для того, чтобы выполнить какие-то образования, нам необходимо определить, во-первых, какие ячейки участвуют в этой формуле, дальше вычислить их значения, где они находятся в нашей модели grid, и, соответственно, вернуть уже откомпилированное свойство, которое мы будем прогонять через наш уже знакомый метод evl. Здесь нам потребуется еще один дополнительный метод, который мы назовем formulaCells. function.str, и данный метод должен возвращать объект следующего формата. Он должен возвращать коллекцию элементов, описанных как список, то есть название ячейок, которые участвуют в формуле, и, соответственно, сами ячейки. Поэтому давайте организуем это. Result. Далее указываем формат ранее заготовленный. Нам нужно, соответственно, подготовить наши ячейки, которые мы будем парсить. matches.str.match, указываем регекс, соответствующий каждому наименованию ячейки, а z, с флагом global. А в альтернативу ставим значение пустого массива. Дальше мы что должны делать? Мы должны пробежаться по всем соответствующим совпадениям с помощью метода forage нашего списка. function.tel. И далее у каждой ячейки мы должны вычислить ее координаты. Здесь нам понадобится еще один дополнительный метод, который мы назовем, допустим, tellCords. Записываем. tellCords.function.name И проговорим, что же должен делать данный метод. Данный метод должен переводить наименование ячейки к формату объекта, при этом передавая такие колонки, как row и call. Так, первый символ в нашем наименовании ячейки будет представлять из себя идентификатор calls, а второй идентификатор rows. Таким, записываем. name charred 1, минус 1. А, соответственно, первый элемент мы должны из латинского алфавита перевести в нормальный цифровой формат. name charcoded 0, и, соответственно, если в нашем фильтре мы прибавляли 65, то здесь мы должны вычесть. Сохраняем. Возвращаемся к нашему методу formalCells. И записываем. varCords присвоить. Кстати, предварительно, перед тем, как мы будем выполнять в нашем методе forEach какой-то метод из нашего слоя ViewModel, нам необходимо ввести ссылку. this, потому что контекст this в данном методе станет неравным контексту слоя ViewModel. that cellCords и указываем cell. Отлично. И теперь мы должны заполнить просто наш результирующий объект. result, titles, push, cell, result, cells, push, и такую запись. that, grid, chord, row, chord, call. Ну и, соответственно, вернуть нашу переменную result. Отлично. Теперь, возвращаясь к нашему методу процесс формулы, нам нужно получить ячейки, участвующие в образовании формулы. cells, this, formula, cells, str. Далее нам необходимо ввести переменную формулу, отгородив ее предварительно от знака равно, str, substring, 1. Ну и, конечно же, нам необходимо, как я уже говорил ранее, ввести преобразование из текста представления в ячейке в его эквивалентное значение свойства в вадле, взятые из ячейки из коллекции grid. Поэтому записываем cells, titles, forEach, function, name. Далее передадим еще один аргумент идентификатору записи. А здесь делаем следующий код, formula, formula, replace. Что мы заменяем? Мы заменяем название участвующей ячейки на свойства вадли у контекста ячейки из коллекции grid. cells, cells, далее указываем идентификатор и, и свойства вадли. Отлично. Теперь мы возвращаем нашу формулу, но предварительно трассируем значение данной переменной в консоль. Сохраняем. Возвращаемся к нашей страничке, открываем консоль, заполняем ячейку A1, заполняем ячейку B1, пишем равно A1 плюс 20. Наша форма подготовлена и только ждет, чтобы ее прогнали через нам уже известный метод Eval. This, dollar, Eval и наша формула. Сохраняем. Возвращаемся. A1 плюс. Отлично. Но какой же табличный редактор без обработки каких-либо встроенных функций? Для этого нам необходимо воспользоваться какой-то дополнительной библиотекой, которая будет обрабатывать формулу формата Excel. Воспользуемся Google и записываем JavaScript Excel Formula Parser. На данную библиотеку я дам ссылку в описании данного видео, а здесь я воспользуюсь переходом к сайту данной библиотеки и открою консоль. Я саму библиотеку возьму с этого сайта Excel Formula Utilities Open Link and New Tab и сохраню данную библиотеку в рабочее окружение. Ну а в своем приложении я всего лишь подключу данный файл. Так, обновляем нашу страничку. И давайте поговорим. У нашей библиотеки должен быть какой-то метод, который преобразует формулу из формата Excel к нормальному JavaScript контексту. Давайте посмотрим, что нам предлагает данная библиотека. Excel Formula Utilities метод Formula to JavaScript. У них существует такой метод. Это то, что нам нужно. Копируем его, возвращаемся к нашему методу процесс формула и отредактируем результат, возвращаемый из этого метода. Записываем. Excel Formula Utilities, дали метод Formula to JavaScript и наша переменная формула. Обновляемся. В A1 будем, допустим, 12, 190, а C1 нас будет представлять такой формат. A1, 10, B1. Отлично. А1, 10, B1. Продолжение следует...